То, что роботы захватят мир, это пока что-то из разряда фантастики, а вот то, что они уже захватили умы этих юных техников, понятно с первого взгляда. 40 команд, а это порядка 80 школьников и студентов со всего Востока края, приняли участие в третьем чемпионате по мобильной робототехнике, который стартовал на базе Каннского технологического колледжа. Ребятам из команды «Лего-мастера» еще нет и 10 лет, но они с упоением рассказывают о роботах, на создание которых может уйти от пары часов до нескольких месяцев. Смотря какие соревнования будут, смотря есть ли для каких соревнований, допустим для творческой категории, там нужно создавать свой проект, чтобы он что-то делал. То есть не ездил вот так вот по линии, а допустим что-то он делал так, ворота поднимал, там нужно текст печатать, на это уходит где-то месяца два. Расскажи о вашем роботе, на что он запрограммирован, из чего собран? Он собран из конструктора EV3. И на что запрограммирован? Он запрограммирован на квест и шоу-трек. Именно заезды в этих двух номинациях должны определить победителя. Создание техников, запрограммированные роботы должны не просто отлаженно работать, но и быть лучше и точнее, чем у соперников. Это не просто игра в машинки, а наше будущее. В шоу-треке роботы соревнуются на скорость, кто быстрее проедет трассу, а в траектории квест тут как нужно, чтобы роботы еще распознавали дистанцию, распознавали куда повернуть, то есть направление, движение и возможные препятствия. То есть тут смена линии, потом зебра у них там будет, перекресток, то есть все по правилам дорожного движения. Назар занимается робототехникой три года и мечтает создать по-настоящему полезную машину. Я хотел бы сделать робота для медицины, чтобы он помогал в медицине. Классические заезды направлены на подготовку ребят к участию в более серьезных соревнованиях Junior Skills, которые пройдут уже в январе. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова